Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Надежда Дик. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Более тысячи противочумных костюмов вручили Казанскому университету. Студент Казанского федерального университета получил грант в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Американские ученые создали полномасштабную модель человеческого сердца на 3D принтере. Крупный российский холдинг, контролирующий большую часть нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана, оказал поддержку Казанскому университету. Как она способствует сохранению здоровья сотрудников, смотрите далее. 1040 одноразовых противочумных костюмов передало Казанскому университету руководство группы компаний ТАИФ. За оказанную поддержку выразил благодарность ректор Ильшат Гафоров. У пандемии есть две стороны. Одна, понятно, пагутная, а другая, все-таки, любая проблема, она в нашей стране людей сближает. Сближает компании с научными центрами и заставляет нас задуматься, что главное в нашей жизни. Те прибыли, которые мы получаем, либо наша жизнь собственная и жизнь наших сограждан. Церемония вручения прошла на площадке научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, где проводятся научные исследования. Переданные костюмы обеспечат защиту для сотрудников центра, а также для пациентов, получающих медицинскую помощь в стенах университета. В группе компаний ТАИФ и слоган «Сила во благо», что может быть еще благороднее и нужнее, чем здоровье. В такое специфическое тяжелое время вся мощь родной нефтехимии будет тоже участвовать в активном здоровье и сбережении. Каким образом сохранить здоровье и работоспособность собственного коллектива? Это практически невозможно, если мы не будем заботиться о сохранении его, о защите его в данной ситуации. Противочумный костюм – необходимый атрибут медицинского персонала в работе с особо опасными инфекциями. Он обеспечивает полную защиту, в которой находятся сотрудники Казанского университета. Диана Шеленкова, Фарид Захитоглы, Универ-Ньюс. О том, какой проект пытается реализовать студент из Казани, чтобы в России заработала система разделения мусора, расскажем в нашем следующем сюжете. В рамках 4-го Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» студент Казанского университета Роберт Нагуманов получил грант в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Мобильный сервис России без мусора». Как рассказал Роберт, идея этого проекта у него зародилась еще в начале 2020 года. Родители у меня дома не хотели выкидывать из гаража всяких ламп, так как у нас есть история, Советский Союз, где, к сожалению, выработалась такая инициатива у людей, как патологическое накопительство. Я им предложил сдать это все за денежку. Они согласились, сдали, остались довольны. Гараж освободился, все супер. Проект Роберта задумывается как мобильный сервис, в котором будут аккумулироваться пункты, которые готовы принять вещи и дать им вторую жизнь. Вы получаете внутреннюю валюту, потом обмениваете ее на услуги партнеров. Например, можно будет получить 100 рублей промокод на поездку в Uber. Для этого нужно будет просто отсортировать мусор и сдать его в пункт приема. Уже приемщик будет иметь панель администратора и начисленного балла. Проект начнут разрабатывать уже в начале 2021 года, а в мае мобильный сервис заработает. Кристина Надершина, Виолетта Басова, Универ Ньюз. Если бы железный дровосек из сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города» попросил бы сейчас у Гудвина сердце, то волшебник, недолго думая, посоветовал бы ему обратиться и к американским ученым из Университета Карнеги, которые не так давно поразили мир своим открытием, напечатав на 3D-принтере полноразмерное человеческое сердце. Для чего нужно такое сердце в материале нашего корреспондента? В современном мире одной из острых проблем в сфере медицины является нехватка органов для трансплантации людям. Зачастую из-за того, что нужного органа просто нет, пациенты могут умереть, не попав даже на операционный стол. Американские ученые приблизились на шаг к решению этой проблемы, напечатав на 3D-принтере полноразмерное человеческое сердце. Количество донорских органов очень ограничено, поэтому у врачей и ученых всегда была идея, мечта создать искусственное сердце, которое всегда было готово к применению, и тогда решился бы вопрос нехватки донорских органов. Первое искусственное сердце было создано в 1937 году российским ученым Владимиром Демиховым. Биолог доказал, что создание искусственных органов и последующая их трансплантация в живой организм возможно, поддержав жизнь у лабораторного животного в течение нескольких часов. С тех пор технологии сильно скакнули вперед. Современное сердце создано из природных полимеров, олигиновой кислоты. Однако заменить живой орган оно может только на некоторое время. Искусственное сердце становится все лучше и лучше, их много разных моделей, но они все еще способны только на какое-то время заменить настоящее сердце. Вопрос создания настоящего рабочего искусственного сердца до сих пор не решен. Таким образом, создание искусственных сердец – это отличное решение для людей, которым срочно требуется операция по пересадке, но в нужный момент донорских органов просто нет. Человек перед операцией может какое-то время пользоваться искусственным сердцем, дожидаясь настоящего органа. Однако у искусственных имплантов существует и другое применение – научно-образовательное. Это сердце, которое выглядит как настоящее, но все-таки из пластика. И оно предназначено больше для образовательных вещей, чтобы врачи, например, могли на нем потренироваться, проводя операции, делая разрезы, сшивая его. На данный момент на 3D-принтере активно печатаются фрагменты человеческих костей. Однако это всего лишь скафолд – оболочка, которую впоследствии организм сам заселяет нужными клетками для того, чтобы дорастить необходимый орган. К слову, единственный орган, который удалось напечатать на принтере и внедрить в живой организм – это щитовидная железа. Очень маленькая железа, и она тоже, на самом деле, не работала на 100%, но как бы то ни было, на мышках показали, что такая напечатанная железа способна брать на себя достаточно функций. К слову, в лабораториях Центра претизионной и регенеративной медицины Казанского университета тоже занимаются разработками в области биопечати органов. Один из проектов – это печать небольших фрагментов органов, в частности, опухолей. И на таких микроопухолях, напечатанных на 3D-принтере из клеток пациента, можно, например, тестировать разные лекарственные препараты, прежде чем назначать их пациенту. Пока что создание искусственного сердца – это лишь маленький шаг к решению глобальной проблемы – нехватки человеческих органов для тех, кому они крайне необходимы. Лев Диденко, Универ Ньюс. Китайская Народная Республика за последние 30 лет сделала невероятный скачок в освоении космоса. В 2021 году Китай планирует начать свой самый масштабный проект – запуск собственной космической станции. Что это означает для самого Китая и для других стран? Узнаем в следующем сюжете. 2021-2022 год должны стать для китайцев знаменательными. Все потому, что Китай основательно обоснуется на земной орбите. Узнаем, какой функционал будет у орбитальной станции Китая и когда она заработает. Первый модуль будет запущен в этом году. Затем будут запущены еще два модуля. И в 2022 году считается, что станция заработает полную силу. Меньше работы и исследований – меньше средств. Космос – это не только большие затраты на научные разработки, но и политический престиж, международное сотрудничество. Покорение космического пространства – китайская мечта, которую они ассоциируют с возрождением китайского народа и расширением сферы международной политики. Сейчас Китай стремится встать в первые ряды во всех отраслях жизни. В экономике он поднимает юань, а в космосе строит орбитальную станцию. Стоит отметить, что по функционалу китайская станция будет сравнена с международной космической станцией. Но в отличие от МКС, которая является международной, все-таки китайцы свои проекты делают чисто китайские в основном. Они все это изготавливают сами. И разумеется, то, что они опять-таки делают такие орбитальные станции, ничего удивительного нет. Для Китая своение космического пространства означает переход на новый уровень, как в научно-техническом, так и политическом плане. Для других стран, в том числе и России, орбитальная станция – это международная площадка, зона мира, дружбы и сотрудничества. Еще одно место, где удобно совместно реализовать космические проекты. Федосия Иршова, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!